Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище стали Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Продолжается эфир Радио Болтком И в студии журналист, исследователь, ученый Константин Рангс Добрый день Добрый день Мы продолжаем нашу серию таких вот программ Климат-контроль, в которых рассказываем вам об изменениях климата О том, как экология, борьба за экологию меняет нашу повседневную жизнь Как нам приходится часто менять привычки Ну и, конечно, таким вот, можно сказать, спусковым крючком Очень таким ярким событием, которое произошло совсем недавно Вот стало выступление Греты Тунберг с трибуны Ассамблеи ООН И деятельность вот этой девочки, собственно, школьницы Она стала невероятно популярной во всем мире И эта деятельность, она сподвигла, может быть, многих людей на то, чтобы задаться вопросами Насколько действительно это серьезная проблема Ну и известно, что многие даже и политики, включая американского нынешнего президента Дональда Трампа Все-таки отмахиваются от этой проблемы и считают ее надуманной Вот тема нашей сегодняшней беседы, наверное, вот Грета Тунберг против Дональда Трампа На чьей стороне правда? Ну, самый такой яркий момент, это, конечно, второе выступление Греты Тунберг Это буквально на уходящей неделе в Давосе на Международном экономическом форуме Там было вот этих два выступления Это не был батл в классическом понимании Они были разнесены, естественно, во времени и даже вместе в разных местах Давоса Но все восприняли это как одно против другого Грета Тунберг сформулировала три, так скажем, требования Самое из которых радикальное, последнее Немедленно прекратить использование углеводородного топлива Вот так, все, сразу Не то, что даже ждать, когда, это все не то Нужно прекращать его использование немедленно А, простите, что вместо него? Ну, а дальше типа того, что надо обращаться к науке Нужно стимулировать развитие возобновляемых источников энергии То есть, вот такой Стоит обратить внимание, что все это очень так совпало С продвижением нынешней главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, ее так называемой зеленой сделки Green Deal, да, зеленого проекта Развития, согласно которому до 2030 года в зеленую энергетику Должно быть инвестировано, вот слушайтесь, один триллион евро Триллион евро – это тысяча миллиардов И вот если так раскинуть на всех жителей Европейского Союза, так получается, что с каждого человека это Будет по 200, если я не ошибаюсь, где-то так По 200 евро в год С каждого человека Ну, семья, естественно, средняя такая европейская семья Где-то 800 евро в год будет отдавать Как бы, ну, это не то, что будут брать в виде налогов Нет, это вот сразу нужно сказать Это как бы сумма денег, которые в том числе пойдут и на инвестиции То есть, ну, где-то частный бизнес, да-да-да, что-то, еще кто-то Будут какие-то вложения Но это общая сумма, которая должна войти вот в эту систему Новой зеленой экономики То есть, с одной стороны, кто-то очень радуется Потому что это большие деньги, которые можно будет получить А кто-то как раз напрягается Потому что, как всегда, может получиться такая ситуация Что деньги получат немногие, а вот платить уже придется всем И вот вчера была очень интересная передача «Точки над И» На которую меня пригласили Там были представители правительства Депутаты Сейма нашего Предприниматели И вот ведущий коллега Алексей Дунда Он задал тоже вопрос Вы за Грету Тунберг или за Трампа? Так вот, наши представители власти Всех ветвей власти Они как-то дружно были за Грету Тунберг И я подозреваю, почему Они даже в известной мере объяснили Потому что они рассчитывают на то Что вот этот условный триллион Это, в том числе, это деньги Которые Латвия сможет получить От Европейского Союза Для развития каких-то экологических зеленых проектов Потому что, в принципе, Латвия Это страна с небольшими относительно Мы об этом говорили, по-моему, месяца два назад Относительно небольшие выбросы И в абсолютном значении И на душу населения У нас меньше выбросы, чем у Литвы, соседних И Эстонии, тем более С ее сланцевой энергетикой Поэтому, в принципе, у нас большие леса Почти полстраны в лесах Это вопрос другой Какие это леса? Но то, что это леса, которые усваивают углекислый газ Это факт И, в принципе, так скажем Можно на что-то надеяться Особенно, если что-то интересное подразработать и внедрить А вот уже по позиции, так скажем Людей практической экономики Были не столь благостные Которые всегда смотрят и знают о том Что в Брюсселе сначала могут Или в Страсбурге говорить что-то одно А потом, как только это вытекает В классические, так называемые, регулы Это документы Евросоюза Регулирующие те или иные практические действия Все становится как-то совсем уж грустно Я вот могу вспомнить Ровно 10 лет назад Ну, 10 лет Это 4 месяца или 5 месяцев назад Финны страшно радовались Тому, что у них прекрасно получается Производить из торфа бензин Ну, вот там новейшая технология Туда и сюда Ну, вообще, как посчитали Выяснилось, что у них бензина будет больше Чем у Норвегии Которая перерабатывает нефть А у них торфа полно Ну, Господи, весь пол Финляндии И сплошные болота, да И причем очень интересно Тут можно добыть Там торф заново отрастет В общем, все хорошо Только Европейская комиссия Там, в Брюсселе Взяла и внесла торф Из раздела возобновляемых источников В раздел невозобновляемых Ну, типа, как уголь или нефть И вся торфяная промышленность Вся торфяная мечта Финляндии Так скажем Стать бензина Экологического бензина Производителем мирового масштаба Она рухнула, что называется С одной розчерком пера Брюссельского чиновника Кстати, наши латвийские производители Торфа эту историю Очень хорошо помнят Потому что она и по-нашему ударила тоже Но почему вот А не удалось переубедить Почему не Ну, вот получается, что Какой-то чиновник может Таким образом Нанести удар Целой стороне Ну, это даже не один чиновник Это только целая система Во-первых, в Брюсселе грандиозный лоббизм Вот Или в Страсбурге Там, где Европа То есть, происходят Это вполне легальные методы Продвижения своих идей В общем-то, процесс огромный Там заняты тысячи Десятки тысяч человек И, в принципе, когда принимается Такое решение Это только уже вершина Вот такого грандиозного Бюрократического айсберга Вот Или такая И вот В принципе Ведь много самых интересных вещей есть Я вот разговаривал с журналистами Которые там работают Вот, например, история с огурцами Все над ней смеялись Зачем огурцы нужны Чтоб они были прямые И определенной длины А оказывается Это был лоббизм транспортников Которым нужно Чтобы был максимальный коэффициент загрузки Потому что, если вы накидаете кривые огурцы То у вас объем будет большой А масса маленькая А если все Вот было бы хорошо Чтоб они были квадратные еще Арбузы особенно квадратные Вот это гораздо лучше С точки зрения транспортника Соотношение объема и массы Более оптимальное То есть У всех есть свои интересы У фармацевтической промышленности Свои У определенных Других кругов Что-то мне это напоминает Двор короля Людовика Солнца Где вот Через фавориток Пытаются Значит там все Какие-то свои получить Защитить интересы То есть История как-то повторяется Ну помните как Волан говорил Что люди те же Господи Они мало изменились Слушайте С точки зрения эволюции Все это секунды прошли Что можно Принципиально измениться Вот И люди точно так же Вот очень хорошая же фраза То есть беда не в том Что люди хотят Другим зла Люди хотят добра Но только для себя лично Вот это Это что называется Зашито В человеческой природе С этим надо бороться Конечно Но на практике Получается Вот такая ерунда Что еще очень Огорчительно Огорчительно В основном Люди В очень значительной степени Гуманитарного характера Я не против гуманитариев Вот это очень важно Не хочу Как говорится Их обидеть Дело все в том Что я например С восхищением Отношусь к людям Например Которые знают Несколько языков В совершенстве Или например Разбираются В литературе В поэзии Потому что Это все нужно Действительно Сохранять Это наша культура Но весь вопрос Заключается в том Что когда люди Которые разбираются Может быть Превосходнейшим образом Условно говоря В старинной литературе Они не разбираются В такой вещи Как например Коэффициент установленной Мощности в электростанции Но принимать решение Ему Этому человеку Нужно будет По поводу Энергетики А не по поводу Чтения древних текстов Вот в чем Что особенность Вы же не пойдете К врачу Который Извините Меня не врач Вот А вот Как я По образованию Геолог Да вот он геолог Да он тоже Что-то там копал Ну теперь значит Аппендицит вырежет Ну такого же Не происходит Даже в страшном сне Не привеется В пьяном угаре А тут вроде как Как бы получается Можно А ведь Очень же интересная вещь Та же самая Германия На которую все кивают Да действительно Там растет Количество Возобновляемых Источников Энергии Прежде всего Ветрогенераторы И солнечные батареи Да Все хорошо Но у них почему-то Не падает количество Потребляемого угля А проблема Очень простая Существует Четкое соотношение Какая должна быть Мощность Генерации Чтобы вот этот Электрический ток В наших сетях Был стабилен И по напряжению И по Силе тока И что еще Очень важно Об этом забывают По частоте Вот у нас должно быть 50 герц И вот она должна быть Эти 50 герц А если у нас Теряется мощность Например ветер стих Солнце зашло Откуда она возьмется И вот тут Как раз Очень быстро К вечеру Начинают работать Тепловые станции Которые Эту самую Генерацию Обеспечат В безветрие И в темное время Суток И вот Что интересно Когда говорят о том Что может быть В Латвии Отказаться От закупок Газа И полностью Перейти На возобновляемые Источники То есть И хотелось Напомнить о том Что наши Электростанции Это электростанции Пикового Так называемого Типа Они рассчитаны На то Чтобы покрывать Расход электроэнергии Именно в пиковое Потребление Вечером Когда люди С работы приходят Утром Или допустим В еще какое-то время Но не постоянно Они постоянно Не в состоянии Воды В Доугаве Не хватит Для их постоянной работы А вот Когда нужно Вот эту энергию Тогда включаются Тепловые станции Была очень Хорошая система Ведь не случайно Строили в свое время Игнолинскую Атомную станцию Которая Как и Эстонские станции Вот эти На сланцах Постоянно Генерировали Вот этот Основной поток Энергии И они его Давали Стабильный А вот Когда был перебор Тогда включались Наши ГЭС Давали Вот компенсировали Вот этот расход И таким образом Удавалось Более-менее Держать Как говорится Параметры Электрического Тока В сети Это очень важная Вещь Для промышленности Ведь мы просто Сидя здесь Забываем Что существуют Заводы Которые Постоянно Катают Сталь Которые Работают Те же самые Роботы Которые Собирают Автомобили Электронику Лекарства Фасуют Куча всего И вот вся эта техника Требует электричества И чтобы это электричество Было В нужном Вольтаже Силе тока И частоте И вот хоть убейся Но это должно быть так Потому что Если это не будет Автоматы Отключат Всю эту технику И вот тогда Начинается вопрос О том Что Как говорится А кому предъявлять Претензии К политикам И кому еще Грете Тунберг Да Вот теперь тогда Получится Что Грета Ответит За все Насколько Позиция Трампа Отличается Насколько она Реалистична ли она Или это тоже Ну популизм Только Другими словами Ну Трамп Трамп Это же вообще Это трибун Трибун Свободной Рыночной Экономики Предпринимательства Он же песню поет В осанну Во славу Свободного Предпринимательства Свободной Частной Инициативы Которая Поможет Решить все Потому что она Является фундаментом Прогресса А прогресс Решает Все Как он отмечал В 60-е годы Боялись Одного В 70-е другого Боялись Что нефти не будет Что перенаселение Там все А все решается Вот Поэтому Не нужно Так говорится Касса Как он Так легко Сравнил Грету Тунберг И ее последователей С кассандрами Такими Да Которые Вечно все Страдают И вечно Предсказывают Она была Как раз таки Права Кассандр Ну вот Это он Не очень Удачно Но Я хочу Сказать Что вот Его С другой стороны Он очень ловко Вышел из ситуации Он заявил Что мы поддерживаем Идею Сажать Один триллион Деревьев Вот сейчас Модно триллионами Раскидываться Там деньги Тут деревья Да Вот И Вроде бы Как бы Он и не против Он же говорит Посмотрите Какая экология В Америке Самая лучшая Которая сейчас Только есть То есть Он как бы Не за грязный воздух Он наоборот Просто он считает Что все решает Прогресс И активная Частная инициатива Поэтому В известной мере Речь Трампа Ее стоит Прочитать Она есть в переводе На русский язык Ее стоит Прочитать Я думаю Что для очень Многих людей Она будет Гораздо Более Убедительной Чем Речь Греты Тунберг Потому что Речь Греты Тунберг Она Просто Именно Затает Больше вопросов Как все Это делать Простите Отказаться От всего А вот Дональд Трамп Он говорит О том Что Мы должны Совершенствоваться Открывать Свободу Инициативе И люди Придумают Как решить Вопрос Он очень Интересный Даже смотрите Он показал Такую Для европейцев Интересную Вещь Он же Сделал Акцент На соборы Знаменитые Европейские В частности Санта Мария Де Фьорре Санта Мария В цветах По-моему Во Флоренции Знаменитейший Собор С потрясающим Куполом Диаметром По-моему 43 или 44 метра Который еще Бог знает В 14 веке По-моему Возводили Так вот Что интересно Строить Начали Собор Еще до конца Не понимая Как они Его идея Какая Надо начинать Работать Сегодня В расчете На то Что мы Придумаем Как завершить Работу По ходу Дела Это как Владимир Ильич Ленин Говорил Вяжемся в бой А там посмотрим Ну это он Повторял Наполеона То есть В принципе Есть масса Людей Которые Действительно Так Рассчитывают И вот это Такое Водушевляющее Идея Конечно Посмотрите На величественные Соборы Прошлого Да Кёльнский Собор Строили Несколько Сот Лет Но вы Посмотрите На этот Собор Да Но с другой Стороны Вот то Что предлагает Грета Тумберг Насколько Она сама Понимает Вот Невозможность Прямо Вот здесь И сейчас Отказаться От Ну Сразу Вот как-то Кардинально Изменить Наш образ Жизни То есть Ведь это Означает Вернуться Просто в Пещерный Век Потому что Мы не Представляем Себе Ну вот Полчаса Отключите Электроэнергию Когда не будет Света Особенно В темное Время Суток Не будет Работать Из-за Отсутствия Электричества Канализация Напор воды Ну все Отопление Все Выключится Вот в том То и дело Мне кажется Что сама По себе Грета Она Девочка Конечно Искренняя Хорошая Но проблема В том Что она Это проблема Она Она из Весьма Обеспеченной Семьи И из Очень Богатой Страны И все Ее Перемещения Я не Слышал Чтоб Она Например Оказалась Где-нибудь В Сомали Или В Афганистане Или В Бангладеш В лагере Беженцев Ирахинжа Или еще Где-то Потому что Ребенка Туда Никто Не Пустит Она Несовершеннолетняя И вот Посмотрите Дальше Возникает Вопрос Как Может Человек Судить О проблемах Вот этих Если Если Просто-напросто Он Их Никогда Реально В жизни Не видел Вот Когда Человек Переживает Страх И видит Ужас Когда Вокруг Него Стоят У меня Разговаривал С одним Человеком Финном Который Был В Африке В миссии В одной По-моему По медицинской Части Он Говорит Эти люди С просто Стоят Они Стоят Изможденные Люди Как на фотографиях Из нацистских Лагерей Как раз Сейчас Годовщина Освобождения Ассуэнсима Все же Те же Солдаты Которые Пришли Освобождать Они же Были в шоке Это стоят Молча Вот эти Обтянутые Кожей скелеты И вот там Тоже стоят Обтянутые Кожей скелеты И вот Он говорит Ты Понимаешь Что это Это кошмар Это Лицо смерти В самом Таком Концентрированном Виде И Неизвестно Как бы Ее психика Отреагировала Но то Что Объяснить Что Для того Чтобы вот это все Как-то компенсировать Нужны откуда-то Взять деньги Нужна промышленность Нужны средства Доставки Доставки Средства Это самолеты Вот эти Несчастные Да То есть У каждого Дела Есть свой Углеродный след Вот она Проблема Какая Но для этого Человек должен Уже получить Жизненный опыт Вот Поэтому и Получается Что Вот такое Яркий Как Словами Ребенка Глаголит Ист Вот истину С одной стороны О том Что все Плохо И что Действительно Ситуация Опасная Это Констатация Факта А вот То Что Делать Она Еще Либо Сама Может быть Не понимает Это Естественно В ее возрасте И с ее Жизненным Опытом А те Кто Помогают Ей Составлять Такой Текст Они Кстати Вполне Возможно Тоже Не шибко Отягощены Вот этим Жизненным Опытом Или желанием Отягощаться Этим Мусора Вот Ну Там У них Нету Одноразовых Стаканчиков Вот Это Их Идея Они Взяли Свой Путь Это Очень Хорошо Но Она Сказала Очень Интересную Вечь Она Сказала Что Мы Должны Понимать Что Если Будет Развиваться Изменение Климата То Это В конечном Счете Приведет К войне Вот Это То Борьба С изменением Климата Это Попытка Остановить Грандиозную Войну Это Раньше Мы думали Что Мировая Война Это Знаете Начинается С США Начали Пулять Друг по Другу Термоядерными Ракетами Вот В том То И дело Что Эти Военные И Сейчас В России И в США Ну и плюс В Китае Они Прекрасно Понимают Что Такое Стрелять Ракетами Атомными Ракетами И Их Руководители В общем То Понимают Поэтому Все Надуваются Но Там Как говорится Контроль Есть А вот За Конфликты Которые Идут Вот Как эти Были Тут Су И Хута Хуту В Африке Когда Были Убиты Более Миллиона Человек И даже Без Автоматов Обыкновенными Тесаками То Есть Конфликты Могут Начаться И не Нужны Атомные Бомбы Мировая Война Может Начаться Как Масса Конфликтов И Вот Этого Кстати Я хочу Обратить Внимание Боятся Специалисты Которые Обращают Внимание На Корни Сирийского Конфликта Который Развился После Шестилетней Засухи Чудовищной Засухи Когда Огромная Масса Населения Переселилась Из Восточной Части Страны Сунниты В западную Часть Страны Где Живут Алавиты Шииты Где Возникли Конфликты Между Окраинами И Богатым Центром И Проблемы Сейчас Возникают И в Сахеле Это Южнее Сахары Зона Оттуда Люди Идут Потому Что Сахара Наступает Сомали Тоже Большая Большая Проблема Проблемы Пакистан Проблемы Бангладеш То есть Там Где Начинает Расползаться Климатические Изменения Там У людей Просто Кончается Еда А когда Кончается Еда Люди Не думают О будущем Люди Думают Где Добрать Взять Оторвать Этот кусок Пищи Прямо Сейчас И Сейчас Уже Говорят Что Климатическая Миграция Которая Приведет К массированным Столкновениям Она Как раз И Является Одной Из первых Этих Угроз Наряду С Возвращением Так скажем В среду Древних Микроорганизмов Расползанию Всевозможных Вредителей Как Например Вот В Латвии Новый Клещ Появился Который Очень Быстро Бегает То есть Вот это Да Это то С чем Мы уже Реально Сталкиваемся И это Может Начать Развиваться Быстро В самое Ближайшее Время И вот Если вспомнить Кстати Сериал Эпидемия Там Наверное Вот этот Ужас Богатых Обитателей Ну условно говоря Рублевки Показан Когда Напуганное Население Москвы Начинает Ломиться В их дома Заодно И разграбляя Убивая Тех Кто Находится Живет В этих домах Насилуя Их Жен Дочерей И вот Забирая Все что Можно Унести В поисках Продуктов Каких-то Ценных Вещей Когда Просто Перестают Действовать Любые Правила И каждый Сам За себя Вот Такие Массовые Страшные Катаклизмы Нам Пишут По большому Счету Это уже Тема Для Может быть Какой-то Одной Следующих Передач Больше Грузных Авто На улицах Риги Уже Несколько Лет Это является Серьезной Проблемой Города Перегруженные Улицы Загазованность Преждевременный Износ Дорожного Покрытия Но вот Не замечает Ни Министерство Транспорта Ни Город Эту Проблему И Пишет Сейчас Вот Пока ехал От островного Моста В сторону Спицы Насчитал 32 Фуры Вот Это Надо Сказать Что Это Не Только В Риге Такая Проблема И Сколько Я знаю В Европе Сейчас Об Этому Очень Много Говорят Да И В США Тоже Почему Элон Маск Так Его Заявление О Создании Электрофуры На батареях Тоже Вызвало Большой Интерес Потому Что Эта Фура Может Быть Не Будет Успешно При Езде На Большие Расстояния Да Ей придется Так Изрядно Перезаряжаться А вот Допустим Использовать Электрофуру Для того Чтобы Развозить Товары В черте Города Да Электротранспорт Грузовой Что возможно В этом Есть известный Смысл Потому Что Как мы знаем Вот эти Самые Фуры Да Прицепы Они От своего Тягача Отстыковываются И например Вот Если Кто Ходил На Паромах Он Мог Обратить Внимание Особенно Вот В Таллине Это Заметно Там Стоят Фуры На Таких Ножках Да В Передней Части Подъезжает Тягач Подхватывает Эту Фуру То Есть Сам Тягач Вот Эта Машина Большая Мощная Она Не Грузится На Паром Она Довезла Свою Вот Эту Ношу Свою Фуру До Таллинского Порта Оставила Там Взяла Другую Груз И Помчалась Опять В Европу Вот Незачем Ей Плыв Хельсинки Потому Что Хельсинки Довезет Спокойно Паром А там Уже Подключатся Другие То есть Идея Передачи Груза Из рук В руки С машины На машину Она Вполне Реализована И поэтому Например Можно себе Представить Ситуацию Чтобы Вот Эти фуры Подходили Где нибудь Там В районе Югла Берги Куда нибудь Еще Там Дальше Там Их Подхватывали Электрофуры И дальше Увезли К потребителям Если груз Есть Или там Грузовики Потребителям Уже Внутри Города Чтобы Они Не отравляли Атмосферу Своим Чудовищным Выхлопом Это Да Это Кстати Такая Тема Возможна Ну что На самом деле У нас И как-то Время Уже Завершается Сегодняшние Наши встречи Спасибо большое Константин Рангс Сегодня был в нашей студии Программа Климат-контроль И до встречи Через неделю Всего доброго До свидания